Микс Ньюс. Советы богачек. То есть я советую провокациям, но не все их могут себе позволить делать. Российский психолог-психотерапевт. Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. Специалист по семейным отношениям. Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую другу. Ирина Богачек на радио Болтком. Поэтому это такие некие лайфхаки. Дает советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем. А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решаются. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. На радио Болтком начинается программа Советы богачек. Целый месяц мы не слышались, не виделись. С российским психологом, психотерапевтом Ириной Богачек. Здравствуйте, добрый день, Ирина. Здравствуйте. Сегодня поговорим на действительно очень актуальную для многих тему. Поскольку любовь в наше время ищут многие не только оффлайн, но и онлайн. И вот всевозможные виртуальные сети помогают нам, может быть, найти свою вторую половинку. Насколько нас здесь поджидают какие-то подвохи, опасности. Насколько легко найти онлайн-человека, с которым ты собираешься, в общем-то, жить душа в душу и общаться уже не виртуально. Я, конечно, понимаю, что, наверное, может быть и брак в каком-то отдаленном будущем будут заключать и проводить время. Вот абсолютно виртуальный брак. Но, тем не менее, вот насколько вот эти онлайн-знакомства являются действительно способом найти себе партнера на всю жизнь? Ну, действительно, реальные жизни меняются, и никуда мы от этого деться не можем. Если раньше, в доинтернетную эпоху, круг общения человека был ограничен семьёй, друзьями, учёбой, работой, то с появлением онлайна сайтов и в том числе сайтов для знакомств, конечно же, возможности расширились. Но я как психолог буду говорить и о плюсах, и о минусах, потому что всегда у медалей есть две стороны. Ну и сразу перейду к цифрам и голой статистике. Итак, вообще, первый сайт знакомств появился, на самом деле, не так давно. В 1995 году он назывался «Мачком», то есть «Выбирай», «Выбирай». Сегодня, конечно же, эпоха Тиндера и других сайтов. И вообще, на сегодняшний день насчитывается около пяти тысяч сайтов для интернет-знакомств. Ну, не случайно такое огромное количество, значит, это востребовано. Ну, а в связи с чем это востребовано, сейчас и поговорим. Дело в том, что учёные, в данном случае и в Америке, и в Британском университете, провели очень подробные исследования, как влияют интернет-знакомства вообще на взаимоотношения людей. И, конечно, много интересных фактов было выявлено. Итак, 40% людей в интернет-пространстве ищут супруга, то есть желают найти свою вторую половину, как это ни удивительно, да, ей казалось бы. 20% ищут сексуального партнёра, и это действительно стало очень легко, доступно. Люди сразу обо всём договариваются, иногда даже не договариваются, но предлагаются такие услуги и так далее. 20% ищут товарища по интересам, по совместным занятиям, фитнесу или, допустим, парусного спорта или йоги. И, соответственно, находят себе какие-то компании. 10% заходят в онлайн, потому что они одиноки. Они ищут знакомств, они ищут каких-то друзей или ищут полезные советы, как приготовить пирожок или связать твиттер к своему любимому. А вот 10% предпочитают просто онлайн-общение, потому что на живое общение, например, либо, а, не хватает времени, либо, б, нет желания или какие-то страхи. А всё-таки в интернет-пространстве есть некая безопасность. Так вот, на сегодняшний день одна треть браков в Америке, в Европе, в России в том числе, оказывается, в своей основе имели интернет-знакомства. Одна треть всех браков на сегодняшний день – это браки через онлайн-знакомство. Конечно же, огромная цифра, и здесь я хочу сказать следующее. Немножко расходятся данные о последствиях. Вот американцы говорят о том, что как раз браки, которые возникли вследствие онлайн-знакомств, они более надёжны и имеют наименьший распад, риск распада. А вот в Европе провели исследование и сказали о том, что, оказывается, не очень надёжны браки, которые в основе имели онлайн-знакомства, и где-то 28% в первый год совместной жизни браков распадается. То есть почему немножко разнятся цифры, здесь мне сложно сказать. Возможно, какие-то культуральные особенности и так далее. Всё-таки Европа, она больше традиционна, там традиционное знакомство с семьями, в компаниях и так далее. И, может быть, онлайн поэтому имеет такой вот негативный подтекст относительно браков. Но исключать ничего не будем, и в онлайне тоже возможно найти свою любовь. И так существует три очень важных критерия, по которым считается, сейчас мы это обсудим. Всё-таки онлайн-знакомства, они более выгодные, более современные и вообще вот такие более динамичные в сравнении с знакомствами в реальности и в обычной жизни. Итак, первый критерий – это, конечно же, широчайший выбор. То есть у тебя появляется огромное пространство кандидатов, ну просто море. Ну да, потому что до этого было ограничено, наверное, там или работой, ну или человек учится учёбой, кругом общение. Ну друзья-друзей – это максимум, да, вот до которого можно дотянуться. Конечно же. Особенно в Европе там вообще не принято знакомиться на улице или, ну вот, например, в консервативной Англии. Если я как-то приехала к подруге, мы пошли в фитнес-клуб, правда, не позаниматься, а поесть здоровой еды, потому что она занималась, я в гости приехала. Она говорит, ты знаешь, здесь никто не подойдёт знакомиться, потому что, да, вопрос о сексуальных домогательствах очень, ну как бы, на поверке лежит и здесь очень боятся. Поэтому даже вот если к нам подойдёт знакомиться, либо это арабские мужчины будут, либо русские, которые вот приехали пожить, ну или из пространства, да, допустим, постсоветского. Вот, а так нет. И, конечно же, вот этот широчайший выбор, который возникает в интернет-пространстве, он вначале, знаете, одурманивает. Как будто бы человек, который попал из эпохи, когда вообще на полках в супермаркете было три продукта, попадает в современный супермаркет, где просто, ну, неимоверный выбор товара, да, и тебе хочется и это попробовать, и это попробовать, и это. И, конечно же, здесь есть и плюсы, и минусы. Дело в том, что, конечно же, вот этот широкий выбор, он через какое-то время начинает просто, я не знаю, ну, даже прибешивать, что ли, вот так. То есть люди говорят, я так устаю, то есть такое огромное количество всего, и хочется всё попробовать, но где шанс и гарантия, что я как раз найду тот самый свой вкусный глазированный срок, как я говорю, который именно тебе понравится. Вот. И люди начинают относиться к выбору партнёра как к выбору лотов, знаете, в виртуальном супермаркете. И таким образом люди близко не открываются. То есть момент доверия пропадает, и что получается? Нет эмоционального контакта. А когда нет эмоционального контакта, а только голая логика или сопоставление, допустим, там по интересам и так далее, это всё рано или поздно приводит к эмоциональному выгоранию. То есть человек уже, в принципе, не верит, что он может найти там своего партнёра. То есть, с одной стороны, очень хорошо, что вот такое вот море, да, океан просто контактов, возможностей. С другой стороны, вот это отсутствие эмоциональной близости, которая, в общем-то, является основой любых отношений, она теряется. Потому что у человека мысли, зачем же я буду открываться перед каждым? Ведь, может быть, дальше я встречу именно своего идеального, и всё время кажется, что, знаете, там трава зеленее, чем есть, и так далее. Ну, а второй критерий считается, что выше шансы на совместимость. То есть всё-таки огромное количество сайтов для онлайн-знакомств предлагают психологическое тестирование. Или, допустим, когда ты заполняешь анкеты, то есть ты вписываешь, допустим, там все-все-все критерии, какое у тебя образование, социальный статус, интересы, религиозные взгляды и так далее. И вот такие сложные тесты психологические просчитывают, рассчитывают и подбирают себе, казалось бы, вот твоих, твоих идеальных партнёров. Но мы же должны помнить о том, что человек-то существо живое, и заполняя эту анкету… Непредсказуемо, да. Можно и покривить душой, сказать, что любишь ты там Ингмара Бергмана фильмы, а на самом деле смеёшься над комедиями Гайдая, например. Вот. И дело в том, что, во-первых, вообще 80% людей, как выяснилось, обманывают, когда заполняют эти анкеты. То есть это касается роста, веса, образования, социального положения и, конечно же, материального обеспечения. Вот. И что получается? Когда вот эти тесты рассчитали тебе всё, очень велик риск того, что как раз именно твой идеальный партнёр, он пройдёт мимо тебя, потому что почему-то он не попал вот в эту референтную группу. Может быть, я не знаю, как-то вот тесты так рассчитали, и получилось не тот результат. А, кстати, очень интересный ещё факт какой. Когда разрабатывались эти тесты, их огромное количество, затем сделали, что называется, доказательства от противного. То есть взяли пары, которые уже давным-давно в браке, которые живут гармонично, у которых есть вот та самая эмоциональная близость и душевность, и им предложили как раз пройти эти тесты. Вы знаете, результаты показали, что они по этим тестам вообще не подходят друг к другу, и вообще непонятно, каким образом они так долго вместе живут. Ну так вспомнить фильм «Москва слезам не верит» Гоша и, собственно, Веры Аллендовой героиня, они же тоже, кажется, совершенно из разных миров. Он слесарь, она директор. Ну то есть вот, казалось бы, по этим тестам я понимаю, что они бы точно не встретились. Однозначно нет, конечно же, однозначно нет. Ну и вот третий критерий такой очень большой – это, что комфортное общение и коммуникация более простая, чем, допустим, в реальности. Почему? Потому что в онлайн-пространстве безопасно. То есть если ты, ну условно, нарвёшься на какого-нибудь хама или маньяка, ничего тебе не мешает просто его заблокировать и, собственно говоря, не продолжать общение. В реальности тебе придётся как минимум хоть пять минут с ним повзаимодействовать. Это взаимодействие иногда может быть опасно. Ну, конечно же, в плане коммуникации какие ещё здесь плюсы? Что очень много занятых людей, и для того, чтобы пойти на встречу, на свидание, нужно выбрать время, нужно каким-то соответствующим образом нарядиться всё-таки, подготовиться, в том числе и финансово. А здесь всё-таки в онлайне ничего не требуется, за исключением свободного времени, которое ты можешь выделить, и оно обязательно у тебя есть, если ты уже вошёл в это пространство. И таким образом, что получается, что многие вовлекаются в это онлайн-общение, и оно затягивается на недели, на месяцы. Иногда вообще люди даже годами общаются, и есть замечательный роман как раз об онлайн-знакомстве. Случайно, совершенно случайно так молодой человек. Девушка позвонила молодому человеку, и они стали общаться в электронной переписке. Вот. И он называется «Северный ветер». Очень похоже, как сейчас фильм Ренаты Литвиновой. Два года они общались, и прежде чем вообще вот они... Встретились. В две части специально роман распит. Первая часть, что, мол, типа интернет-знакомство плохо заканчивается. Потом, видимо, автору подсказали и сказали, слушай, ну, всё-таки сделай позитивную концовку. Написали вторую часть, где уже они поженились. Здесь, кстати, безумно интересный роман, именно роман в социальных сетях. Но это роман. А если же мы будем говорить о реальной жизни, то здесь люди ждут, ждут, ждут этой встречи, и зачастую встречаются, и ожидания не оправдываются. То есть оказывается, что, кстати, тоже очень большой процент, что большинство людей, которые были крайне интересны в онлайн-переписке, при встрече в реальности вызвали такое разочарование, вот до того, что просто даже не о чем было поговорить. А всё из-за чего? Из-за того, что всё-таки картинки, они не дают нам невербальной коммуникации. И поэтому сейчас, когда я буду говорить дальше про свои советы, советы богачих, это будет одним из основных моментов. Дело в том, что, да, конечно же, огромное количество людей, визуалов, 80%. Но когда эта картинка статична, и мы не видим невербалики, то есть невербальных жестов, улыбок, а, возможно, какой-то неконкурентной дурашливости, если мы задаём человеку какие-то не очень удобные темы, он начинает хихикать или покашливать. Вот такие показатели есть. Вот это всё мы не можем увидеть в онлайн-переписке. И поэтому очень многие вещи мы додумываем. Ну, а о них я расскажу чуть дальше. Поэтому вот вроде бы три критерия в пользу, но у этих зам, как уже я сказала, есть и свои виды. Но в любом случае ведь, наверное, люди не женятся, вступают в брак, не познакомившись лично. Значит, всё-таки, наверное, это личное общение тоже накладывает какой-то отпечаток. То есть вот эта выборковка происходит. Конечно же. И здесь прям я конкретно и буду советы давать, поскольку одна треть людей находит своих спутников в онлайн-сайтах знакомств, поэтому очень чёткие инструкции я дам. Поэтому предлагаю нашим радиослушателям подготовиться. Можете подготовить блокнот и ручку, потому что я прям вот конкретно скажу, что нужно сделать, чтобы избежать возможных ошибок и каких-то недоразумений, если вы всё-таки решили найти своего спутника в интернет-пространстве. Хорошо. Да. У нас просто через три минутки, наверное, будет небольшой перерыв. Вот мы сейчас начнём с советов. Я заявлю сейчас о том, что я расскажу про психологические типы пользователей, которые приходят на онлайн-сайты. Что же это за люди именно с психологической точки зрения, которые обращаются на сайты знакомств, поиск от твоего партнера. Итак, первый тип – это действительно люди, которые хотят отношений. И особенно в начале, когда такой человек только зарегистрируется на сайте, он, вы знаете, он воодушевлён. Это могут быть мужчины, женщины, без разницы. Он начинает очень активно вести свою страничку, выкладывать фотографии, рассказывать что-то о себе, отвечать буквально всем, кто ему пишет, потому что вот как раз начинается этот выбор. А вдруг среди них, вот я сейчас найду свою половинку, начинает ходить на свидания в том числе. Но здесь мы должны помнить, что любовь всей жизни не падает после первой смс-ки. Поэтому здесь реально иногда требуется прям вот работа, я не побоюсь этого слова. Ведь ты же трудишься, когда получаешь образование, ты же трудишься, когда занимаешься каким-то делом или тренируешься и так далее. И иногда, да не иногда, а всегда отношения тоже требуют определённых сил вложения, в том числе эмоционального, физического, финансового иногда и так далее. Поэтому у таких вот людей, которые хотят отношения, они начинают ходить на свидания, переписываться, а всё не то, всё не то, всё не то. И постепенно наступает разочарование. Они удаляют себя из всех социальных сетей, и говорят, нет, это всё ерунда, я попытаюсь найти себе всё-таки спутника жизни в реальности. Начинают искать в реальности, не находят, и опять снова регистрируются на сайтах знакомств, и начинается всё по-новой. И вот этот вот круг может продолжаться бесконечно. Иногда, кстати, он заканчивается очень даже благополучно, и люди действительно находят свою вторую половину, потому что они хотят этого. Это как раз люди по типу «хочу» отношений. Второй тип людей, и их с каждым годом становится всё больше и больше, это люди, которые ищут интимной близости. И вы знаете, я даже проводила собственные исследования на эту тему года два назад. Один молодой человек мне рассказывал, вы знаете, мы в одном офисе сидим, в одном здании, могут быть разные компании, а там на некоторых сайтах знакомств прям показывают, где собеседник находится. И он говорит, я вижу, что вот девушка, с которой мы говорим, да, у этой интимной близости, она на два этажа выше, чем я. Я думаю, ну как же так вот? Ходим, наверное, годами мимо друг друга, а встретимся друг друга в онлайн-пространстве. И, конечно же, здесь что необходимо? Если ты не настроен, да, на такой тип отношений, конечно же, ну не стоит продолжать, потому что здесь сразу посыпятся какие-то вопросы, а хочешь ли ты приключений, а любишь ли ты погорячее и так далее. То есть всевозможные такие вот намёки. Иногда прям напрямую человек тебе говорит, что давай встретимся для вот того, чтобы заняться сексом. И, конечно, если среди вас есть такие любители, ну мы же не можем отрицать, всё-таки огромное количество, да, 20%, я сказала, ищут сексуальных партнёров в интернет-пространстве. Поэтому для девушек рекомендация. Если всё-таки ты пошла в такое, я не знаю, приключение, ну хотя бы подруге сообщи, куда ты пошла, чтобы мы могли тебя потом найти или какой-нибудь телефон оставить. Потому что, ну разные истории бывают, всё-таки мы не будем исключать вот момент небезопасности здесь существует. Ну и это, в принципе, сразу расставляются точки над «и», что я ищу свидание на одну ночь, а не каких-то долговременных отношений, то есть чтобы не было упрёков, обид взаимных и ожиданий напрасных. Конечно же. Так, иду дальше? Да, мы будем без перерыва, мне подсказывают, так что идём дальше. Замечательно. Итак, следующий тип отношений – это люди или одиночки, или после разрыва отношений, чаще всего болезненного. И, конечно же, эти люди с высочайшим уровнем тревоги. Они очень мало верят в успешный результат, и скорее они переключаются для того, чтобы найти вот свободные уши, чтобы излить вот эту свою травму, рассказать о каких-то переживаниях или вообще о своих сомнениях, что вот все женщины такие ненадёжные, как можно с ними вступать в серьёзные отношения и так далее. Ну, поэтому, если вы не готовы вот это всё выслушивать, и человек в ближайшее время не соглашается с вами встретиться, об этом прям конкретно я буду говорить, «Пожалуйста, прекращайте с ним общение». Это же касается и следующего типа, который называется «воры времени». Это люди, которые могут неделями, месяцами, годами переписываться, в итоге могут даже сами предлагать встретиться, но как только доходят до дела, вдруг возникают какие-то обстоятельства, «Ой, я не могу» и так далее. Это как раз те самые гостинги, орбитинги, о которых я рассказывала в прошлый раз. Поэтому не теряйте на них времени, потому что иначе они ваше время у вас отберут. Поэтому как бы прощайтесь. Ну, может быть, вам ради прикола, конечно, можете попереписываться пять минут, но знайте, что никакого толку с этими людьми у вас не получится. Отдельная история – это фейки. Это такие, знаете, люди, которые вместо себя публикуют либо фото знаменитостей, либо выкладывают свои фотографии, знаете, 20-30-летней давности. Это могут быть мошенники, которые, кстати, попадают на боли человека и в данном случае могут разместить, например, фотографию, чаще всего не свою, например, мужчина и два мальчика. И он пишет, «Я вдовец, я ищу заботливую маму для своих сыновей» и так далее. И многие девушки на это, так сказать, начинают вовлекаться и вестись, и участвовать в этом всём. А выясняется потом, что это мошенник, который говорит, «Послушай, мои сыновья заболели, пришли, пожалуйста, денег». Я как раз реальную историю рассказываю. Вначале всё было идеально, хорошо, и музыка одинаковая нравится, и одинаковые вкусы на жизнь. И вот, ты знаешь, я сейчас с мальчиками поехала трудиться по контракту в какую-то там, я не знаю, Гватемалу, я не помню, это просто история моей подруги. А потом, ты знаешь, мои мальчики заболели малярией, пришли, пожалуйста, 5000 евро. Мне нужно срочно их лечить. Ведь мы же с тобой планируем наше будущее, ведь у нас будет семья и так далее. И ты когда-нибудь сказала, «Ну ты как американский гражданин, можешь американское посольство или консульство, что там находится, и вам окажут помощь бесплатную, медицинскую, поскольку вы граждане из этой страны». Моментально начались оскорбления, унижения, он сказал, что ты такая меропильная, корыстная, даже дети не растопили твоего ледяного сердца, у нас не будет совместного помощи. Вот такие вот фейки или мошенники. Ещё один психологический тип – это люди бизнес-класса, которые выкладывают одну-две фотографии, у них не хватает времени для того, чтобы регулярно посещать эти сайты. И поэтому эти люди чаще всего сразу говорят, если плюс-минус как-то интересы совпали, пожалуйста, давай встречаемся на чашечку кофе, и уже при личной встрече всё выясним. Но отдельной статьёй идут и барышни, и мужчины, что называется, жрицы и жрецы любви. Вот здесь, когда ты с ними договариваешься о встрече, жди, что тебе последует, что пригласить меня стоит столько-то, или, пожалуйста, сделай дорогостоящий подарок. И тебе уже решать, как бы хочешь ты вступать в такие отношения или нет. Очень часто на сайтах бывают иностранцы, которые, допустим, в том числе и, например, мужчины, женщины, также без разницы. И здесь это несёт такой флёр, да, а я познакомилась с иностранцем или с иностранкой. И здесь, конечно же, есть привлекательный момент, если ты общаешься на языке, и этот язык вы знаете оба. Но не стоит забывать о, например, культуральных особенностях. Здесь я сразу скажу девушкам, которые хотят выйти замуж, например, за французов или итальянцев. Дело в том, что старая Европа – это матриархат. И чтобы молодой человек, или не очень молодой, на тебе женился, ты должна понравиться его маме. И вот здесь никаким другим образом не последует предложение руки и сердца, если твоя кандидатура не будет одобрена мамой. А как до мамы добраться, если она общается вот в этой социальной сети только с конкретным мужчиной? Вот. Здесь вопрос о том, что надо каким-то образом договариваться, встречаться на той территории, которая для него является родной. Я почему и говорю, что с иностранцами тоже есть свои особенности. И если он имеет к тебе серьёзные намерения, он обязательно тебя представит в своей семье. Если не имеет серьёзных намерений, значит, мама о тебе никогда не узнает. Но, значит, скорее всего, брака, полноценного, хорошего брака здесь не последует. Ещё одним психологическим типом онлайн-знакомств являются так называемые тусовщики, которые выкладывают огромное количество фотографий, рассказывают, где они бывают, с какими, допустим, знаменитыми личностями они знакомы. И сразу начинают тебя спрашивать, а где ты бываешь, а с кем ты знакомишься. Конечно же, тоже на серьёзные отношения, как правило, такие люди не настроены. Им нужно совместное проведение досуга. И в данном случае, если мы говорим не совсем о зрелой личности, может быть, они вообще неизвестны, когда будут готовы к созданию семьи. Либо воспринимают семью как некую игру. Есть категория людей психологически очень ранимых, которые называются сомневающиеся. Это люди сомневаются в своей успешности, в своей привлекательности. Вообще в том, что они найдут хоть какую-то половину. И поэтому они с радостью воспринимают абсолютно любое сообщение, бегут на любую встречу, потому что для них это уже большой комплимент. Либо они не идут совершенно ни на какие встречи. И тогда, если тебе этот человек нравится, подходит, советую проявить активность, потому что иначе вот это затянется на долгие годы. А человек в силу того, что сомневается о себе, он так никогда и не встретится со своей второй половиной. И я здесь ещё раз хочу проиллюстрировать. Помните, я рассказывала в какой-то из наших программ о американском фильме, где главную роль играет Майкл Фассбендер. И он там играет такого финансиста, аутиста, которому друзья порекомендовали найти девушку в онлайн-пространстве, жену. Он говорит, а как же ты вот такой вот аутичный, неконтактный? Он сам по себе говорит, у меня нет друзей. Понимаете, он говорит, я хотел познакомиться с парнем, подружиться. А он пришёл, новый парень, устроился к нам на работу. Сделал ему комплимент, сказал, какая у тебя классная стрижка. Наверное, сам подстригался. Он обиделся и перестал со мной общаться. Вот, и ему говорит, а как же ты жену-то себе нашёл? Он говорит, мне, друзья, посоветовали. Я написала вот всё, что есть. Что мне в школьной команде по регби выбили глаз, что я хромаю на одну ногу, что я аутист, что я там люблю то-то и не люблю это. И мне ответила всего лишь одна девушка, собственно, которая и стала моей женой. Поэтому относительно сомневающихся, конечно же, нужно проявлять инициативу. Ну и последняя категория людей – это так называемые мечтатели или романтики, которые публикуют фотографии себя на фоне какого-то заката. Или, допустим, у них на страничке есть какая-то романтическая музыка. И вот эти люди уже прямо с первого свидания они начнут тебе описывать свои фантазии, какая у вас будет семья, сколько у вас будет детей, собака-ламбрадор, и дом у вас будет на берегу океана, и вы будете по вечерам гулять и наблюдать закат. Вот. В принципе, они очень хорошо могут представить вашу свадьбу. Ничего плохого в этом нет. Ну, конечно же, здесь тоже немножко такая инфантильная детская психика. Но почему нет? Может быть, вы как раз тот самый, который и реализует их мечты. Вот. И сейчас я очень быстро пробегусь, почему всё-таки интернет, знакомство не переходит в реальные отношения. То есть вот прям вот тезисно. Потому что, первое, очень часто замалчиваются важные темы. Они касаются религии, они касаются отношений к детям, вообще вот к домострою. Что, может быть, мужчина категорически против будет того, чтобы его, например, женщина общалась со своими друзьями. Сейчас в такую неприятную ситуацию попала моя племянница. Она вышла замуж за мужчину восточной национальности. И когда он видел, что она не сократила количество своих общений, она очень коммуникативная, она выросла в Нью-Йорке. То есть вы представляете, какая коммуникация. Он просто с ума сходил. Дальше всё это дошло до рукоприкладства. И они просто расстались, потому что, к сожалению, они не обсудили вот эти очень важные вопросы. Что он мусульманин, и для него это категорически не подходит. А она американская девушка, которая очень свободных нравов, свободолюбива и не собирается уменьшать круг своих знакомств. Поэтому американцы, кстати, даже предлагают сразу задавать в онлайне публикационные вопросы по типу. А как ты относишься к абортам? А как ты воспримешь, если президентом будет женщина? Или, например, каковы твои религиозные пристрастия и так далее? То есть и вот эти провокационные вопросы... Но американцы вообще, знаете, они очень рациональны. Они вот, что называется, рубят с плеча. И они говорят, вот эти провокационные вопросы сразу покажут, подходит тебе этот человек или нет. Мы всё-таки в европейском пространстве более корректны. То есть нам не совсем удобно человеку задавать такие вопросы. Ну и с другой стороны, мы прекрасно помним, что Арнольд Шварценеггер был женат на племяннице, по-моему, или на двоюродной племяннице Кеннеди, хотя сам он был республиканец. И у них взгляд, он всегда любил шутить, что во время предвыборной кампании я сплю на диванчике, потому что мы там не можем прийти к соглашению. Но с другой стороны, ему это не помешало. Четверть века они прожили вместе, хотя и развелись в итоге, но всё-таки достаточно долго были вместе. Ну и, конечно, к таким важным темам, которые замалчиваются, относятся темы детей, темы болезней. То есть выясняется потом, что, оказывается, это просто непреодолимым противоречием является. Дальше вот какой важный момент. Очень оптимистично люди интерпретируют профиль своего потенциального партнёра. Ну, например, мы всегда вначале идеализируем и набрасываем свои проекции. Уже как-то я рассказывала об этом. И поэтому, например, статус, когда человек пишет, что я живу с родителями, мы интерпретируем, ну, наверное, копят деньги на квартиру. Или говорит, я менеджер среднего звена, а мы думаем, ну вот когда-то он станет большим начальником. И так далее. Поэтому на этом этапе нужно взять себя в руки и судить только по фактам или действиям. Дальше очень часто мы додумываем интонации. Дело в том, что, ну что, онлайн-переписка. Мы можем, конечно, интонацию отразить смайликами или какими-то ещё значками и так далее. Но как именно будет звучать эта фраза в реальности, нам сложно представить. Мы интерпретируем только исходя из себя. Одна и та же фраза, в зависимости от интонации, она может иметь совершенно разный подтекст. И здесь, конечно же, вот этого не хватает. Или у нас недостаточное количество информации у человека. Ну, допустим, 3-5 фотографий, а мы начинаем уже фантазировать, что он любит, до какого он психотипа, ароматизировать нашего визави. И здесь какая важная вещь существует? Всё-таки невербалика, она очень важна. Очень важна. То есть когда мы при реальном знакомстве задаём людям вопросы, мы можем увидеть, что их смущает, когда они, возможно, начинают лукавить. И тогда может появляться эта неконгруентная дурашливость. Или он покашливает, или спрашивает, что-что, для того, чтобы взять себе время и обдумать ответ на вопрос и так далее. Но, конечно же, очень важным моментом является то, что и вы, и ваш партнёр хотят казаться лучше, чем есть. И как раз и придумывают тебе, может быть, какие-то несуществующие хобби, то, о чём мы сказали, или интересы. И, конечно же, при личном общении всё это выяснится. То есть ты пишешь, что у тебя вот такой вот рост и вес, вы встречаетесь лично, и выясняется, что всё совсем наоборот. И очень важным моментом является то, что мы прикладываем огромное количество усилий для того, чтобы поддерживать эту коммуникацию. И затем, когда мы приходим на реальную встречу, и, например, человек нам не понравится, у нас такое разочарование возникает, потому что мы потратили очень много сил. И мы смотрим и говорим, «Боже мой, и вот это два последних месяца я потратила вот на это». И, конечно, разочарование, оно настолько глубокое, что как раз может привести к тому, что человек вообще сотрёт всю информацию на всех сайтах. Ну, затягивается виртуальная часть. Как я уже сказала, очень долго люди могут не переходить в реальное пространство, и таким образом общение вообще может сойти на нет. И, например, кому-то из партнёров это может просто надоест. Ну, и сейчас, я думаю, что как раз пришло время… Советов богатчик, да. Советов богатчик, да, когда я буду рассказывать, на что обращать внимание и вообще, как выстроить свою коммуникацию в онлайн-пространстве для того, чтобы плюс-минус, ну, хотя бы немножко повысить успешность того, что ты найдёшь свою любовь. Прежде всего нужно начать с того, что обратить внимание на фотографии. Фотографии как свои, так и человека, с которым ты общаешься. Ну, в данном случае специалисты говорят, что нужно выбрать 3-5 фотографий непостановочных, показывающих без кого-либо. Максимум, допустим, животное это можешь использовать. Если вы девушка, ничего страшного, если вы немножко косметики, да, будете использовать. Чёткие, яркие, возможно, показывающие ваши интересы. Ну, например, вы там, я не знаю, увлекаетесь парусным спортом или любите цветы и так далее. Важный момент, чтобы хотя бы на одной из фотографий вы улыбались, потому что улыбка, она как раз на уровне невербалики вызывает ответную реакцию. Девушкам предлагают немножко наклонить голову в сторону, чтобы подставить левое ухо. Таким образом, мы как бы собеседнику показываем, что мы его слушаем, и у нас информация попадает в нужное полушарие, и мы с ним планируем наше будущее. Помните, 80% людей визуалов. А что в итоге мы имеем? Сейчас прям смешные случаи вам буду рассказывать. Ну, например, мы можем увидеть мужчин с обнажённым торсом, вообще иногда даже без головы, и то он на одном пляже, то он на другом пляже, и всё время он в клавках или в качалке и так далее. Ну, понятное дело, что призыв к интимной близости, то есть вообще о серьёзных отношениях сложно рассуждать. Или, например, часто люди себя показывают с какими-то детьми, с какими-то племянниками, с животными, и надеются на то, что таким образом у человека визуальный ряд вызовет ментальный ряд. Ой, посмотри, какой он добрый, хороший семьянин. Возможно, что они пытаются какую-то свою неуверенность прикрыть. Ну, например, могут быть какие-то просветлённые. Допустим, вот он сидит в веган-кафе, то он в позе йоги, то он ещё чем-то занимается, или, допустим, тоже какой-то здоровый образ жизни ведёт, или спортом занимается. В этом нет ничего плохого. Вопрос только один. Есть ли что-то настоящее за этими фотографиями? Ну, отдельная история. Вики, как я уже говорила, то в карнавальных костюмах, то чужие фотографии, и у них специфический юмор, может быть. Вот такие букеты отрицайте сразу, потому что если человек не показывает своё лицо, ой, там, ну, если вы хотите, если вам интересно разбираться с проблемами, знаете, как решать репус, ну, загляните, да, на страничку этого фрика. Ну, отдельная история. Тусовщики, я уже говорила, и вот там будут всевозможные фразочки, типа «вечно молодой, вечно пьяный», или «жизнь нам дана одна». Есть люди, которые себя всё время на фоне каких-то атрибутов, ну, типа богатой жизни фотографируют. Например, «я в машине», «я на машине» и тому подобное. Ну, и здесь мы можем только улыбнуться и сказать, а может быть, ты в душе так сидишь, раз ты вот не можешь расстаться со своей машиной. Фото идеальных людей. Знаете, такие мужчины, которые на фоне каких-то прекрасных городов, и вот эти мужчины, что бы ты ни сказала, они совпадают с тобой, оказывается, музыка такая же нравится. И женщины то же самое может быть, в одну, в другую сторону, да. Вот здесь помните, что идеальных людей не бывает. Хотя бы что-нибудь в нём вас должно немножко... Если он такой идеальный, а не пикапер ли это? Не преследует ли этот человек какие-то цели? Ну, один шанс на миллион, что вот так вот вы как пазл совпадёте и прям всё-всё-всё-всё-всё идеально. И здесь какой важный момент про фото я хотела бы сказать. Не выкладывайте в онлайн-сханичках видео. Вот сейчас прошу всех запомнить. Потому что когда мы многократно смотрим на фото, мы каждый раз видим новые и новые, какие-то позитивные черты. А вот когда мы смотрим на видео, многократно, заново и заново, мы начинаем видеть негативные черты. Там кажется, что уже и уши торчат у этого собеседника, и нос какой-то не такой, и оказывается, он карталит и так далее. Поэтому оставьте визуальный ряд либо на общение, например, в скайпе или ватсапе, или уже на реальное общение. Видео не выкладывайте. Потому что вот я сказала, ну так вот устроена человеческая психика. Конечно, очень важным моментом является информация в профиле. Поэтому 3-5 предложений в СИПе, которые бы действительно подчёркивали ваши интересы, отношения к жизни. Но, пожалуйста, не нужно здесь мудрствовать, сменять какими-то цитатами известных людей, по типу, там, знаете, Амара Хаямова. Да, я пила её одна, она не уделяет жажды и так далее. А где здесь ты всегда мне хочется спросить, когда я вижу вот такие вот какие-то фразы в профиле. Да, ты можешь написать какой-то, я не знаю, какие-то твои розунки жизни, может быть, какое-то отношение. Но поменьше вот этих фраз чужих людей. И, конечно же, обращайте внимание на грамотность. Потому что вот сейчас это просто бич, когда люди совершают огромное количество грамматических ошибок. Но это просто, я не знаю, это вот какая-то болезнь времени. Следующее, что я хотела бы сказать, выбирайте, не тракте время, и выбирайте подходящие сайты. Я уже сказала, что 5 тысяч сайтов существует на сегодняшний день. Так вот, от количества кандидатов разбегаются глаза. Здесь я что хочу сказать? Выберите сайты те, где есть совместный интерес, либо где, вы думаете, есть люди, которые подойдут вам по интересам. И сейчас вот буквально одну секунду этому посвящу. У меня была девушка знакомая, она приехала в Петербург, и она искала себе жениха. И она говорит, вы знаете, я вот на этих сайтах знакомств была, была, ходила, ходила. А потом вот совершенно случайно, где-то у меня выпала ремарка, сайт любителей Вольво. Она говорит, у меня вовсе не Вольво. Но я зарегистрировалась на вот этом сайте любителей Вольво. Слушайте, там, говорит, оказались такие классные ребята. Они раз в неделю встречались в Торчме, то есть лично общались. Потом у них был там такой один идейный сервизор, который устраивал им выездные какие-то заседания. Она говорит, у меня была маленькая машинка, я не помню уже какая. Когда у меня сломалась машинка, я позвонила, ну, написала в этот общий чат, тут же примчалась два мужчины помогать мне. И колесо она проколола, то есть еще что-то. Один приехал, значит, что-то там, типа, создал видимость помощи и уехал. А второй в итоге стал ее мужем. То есть никакого отношения к Вольво она не имела. Поэтому не теряйте времени, выбирайте сразу нужные сайты. Дальше. Ни в коем случае не затягивайте переписку. Потому что я уже говорила, что вот этот виртуальный мир, он как может и остаться виртуальным. Немножко попереписывались. Две недели достаточно для того, чтобы договориться о первом свидании. И, пожалуйста, приходите на это свидание. Но перед ним, что здесь очень важно, не описывайте все в социальных сетях при переписке, что вы и швец, и жнецы, на дуде и грец называется. Оставьте что-нибудь для личной встречи. Все карты прямо на стол. Конечно. Всегда выбирайте с холодной головой. Что здесь имеется в виду? Как я уже сказала, любовь с первого взгляда не падает с неба. Здесь, возможно, потребуется какое-то время. Нужна реальная встреча. Выберите заранее людей, которые внешне вам подходят. И, в принципе, интересы плюс-минус совпадают. Чтобы, придя на встречу, у вас не было жуткого разочарования, и вы бы сказали, боже мой, как бы поскорее эта встреча закончилась. Будьте реалистами. То есть дайте шанс кандидатам. Может быть, иногда человек не умеет красиво о себе написать. Или сказать. Но вы его встретите, и вы поймёте, вот он мой единственный. Пусть он даже сказал всего лишь три слова. А у вас возникнет на уровне невербальных, каких-то коммуникаций, это самое притяжение. Ни в коем случае не полагайтесь на те самые психологические тесты. Потому что, к сожалению, профайлы могут вашего избранника выкинуть из этой референтной группы. Проявите инициативу. Не бойтесь написать сразу и, собственно, предложить чашку кофе. Сейчас вообще не играет никакой роли за кем инициатива. Мы даже делали программу на эту тему. Назначайте встречу как можно скорее в реальной жизни. И предлагается, и в данном случае Ирина Богатчук в качестве совета предлагает первую встречу проводить в кафе, чтобы была нейтральная территория, чтобы это не было слишком финансово затратно, чтобы плюс-минус рядом были какие-то люди для ощущения безопасности. И в то же время, чтобы еда не отвлекала вас от разговоров. Ну, а о первом свидании, как она должна пройти, у нас есть отдельная программа, поэтому мы обращаем наших радиослушателей... К архиву наших программ. Вот, да. Не стесняйтесь задавать вопросы при этой встрече. И очень важный совет, который бы я хотела сказать. Будьте проще, не наряжайтесь вычурно, не показывайте сразу уровень своего материального достатка. Знаете, всё на себя надел и показал, посмотрите, какой я тут во всей красе. И что означает проще? Я уже немножко затронув ту нашу старую передачу скажу. Например, спросите своего собеседника, а что он мечтал получить в детстве на Новый год? Или какие у него были детские страхи? И это, возможно, вас сблизит, и как раз сразу бы переведёт на вот эту сторону доверия и близости, и вы поймёте, ваш этот человек или не ваш. Ну вот, пожалуй, это всё, что я хотела бы сказать. Спасибо большое. Пространство даёт возможности найти свою любовь. Спасибо большое. Ирина Богачик была в нашем эфире. К сожалению, время уже завершилось, но встретимся через три недели. Спасибо. До свидания всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok